Всем привет, ребят, сегодня как всегда Лазер, сегодня у нас будет новая часть рубрики, какая тачка уедет дальше на одном баке. Сегодня у нас в сравнении будут две Бугатти, новая Бугатти Чирон, на ней поеду я, и Бугатти Вейрон, на ней поедет Лакта. Короче, сегодня мы выясним, какая Бугатти экономичнее в плане топлива, какая уедет из них дальше на одном только баке. Это у нас уже получается третья часть этой рубрики, в прошлой серии мы с вами тестили гелики. И, короче, по-моему, новый гелик уехал дальше, но сегодня мы выясним, какая из Бугатти уедет как бы у нас дальше. Так, надо нам проехать на заправочку, Лактор уже заправил свою Бугатти, сейчас, короче, заправляюсь я. Давай, есть, что ты стоишь там, встал, блин, Коло мини едет, ну вы посмотрите на него. Так, ну давай, бро, ну быстрей давай, стартуй, все. Сейчас я, короче, заправляю тачку, и мы будем выезжать. Богдан немножко подзаправит свою машину, еще он тут немножко проехался, ну и, в принципе, уже давайте будем сейчас стартовать, все, он мне сигналит, погнали. Ну что, давайте делаем ставки, какая Бугатти все-таки уедет, моя новая Бугатти Чирон или Бугатти Вейрон Лактора, мне интересно самое. Кстати, эту идею затестить две Бугатти подал нам один подписчик, спасибо ему большое за то, что он написал такую идею, пишите свои идеи тоже, которые тачки можно сравнить. Нужно сравнивать именно две каких-то машины, прям похожих очень сильно, или там, ну, два конкурента, например, Е63 Мерседес и М5 БМВ. Кстати, вот что у нас по приводу, полный привод, без всяких там галочек, и, ну, вот так, в принципе. У нас машины полностью стоковые, у Богдана это сток Вейрон, у него там 1001 лошадиная сила, у меня сток Чирон, и в нем 1500 лошадок. Короче, давайте приступим к вопросам. Нам задал подписчик, написал Лазер Привет, несколько вопросов. Первое, на какую тачку копишь? Я, правда, не понял, он спросил это, типа, на какую тачку я собираю в реальной жизни? Если в реальной жизни, я, ой, далеко не определился, но мне нравится Е60 БМВ, я бы был рад ее купить. Второй вопрос, будут новые рубрики? Ну, конечно, будут, у меня есть в планах одна новая рубрика, но я еще как-то ее не особо так продумал, я думаю, поработаю над этим, изучу тотально, и мы с вами, конечно же, введем новые какие-то рубрики на мой канал, вот так. А третий вопрос, тебе лень снимать на YouTube или наоборот? Ну, пацаны, мне на YouTube снимать не лень, просто, смотрите, такая ситуация, что у меня не всегда получается снимать. У меня на YouTube мало времени, как бы, выделяется всего лишь своего, и тупо сесть снять ролик, порой такого тупо не бывает, я очень редко, когда снимаю, и не потому что я этого не хочу, а потому что у меня тупо это не получается делать. Так, следующий подписчик, который задал три своих вопроса, сколько мне лет? Мне 16 лет, в ноябре, 8 ноября у меня будет день рождения, мне будет 17, то есть в этом году, по сути, 17 лет. Как ты познакомился с Лактором? Ой, пацаны, это такая долгая история, короче, был 21 год, я смотрел, у меня тогда было 67 подписчиков, я нашел такой канал на YouTube, как Лактор, он меня обгонял, он прямо шел, апался там 80 сабов, 100, там 150, и я смотрел на него, я завидовал, короче, его успеху, мы с ним вообще не были знакомы, и я думаю, что это мой конкурент по YouTube, но я тогда раньше еще так смотрел на конкурентов, сейчас-то мне вообще пофиг, я ни с кем, как бы, не соревнуюсь. И, короче, потом Лактор мне написал коммент под видео, что мой ролик топ, я офигел, потому что я на этого чела равнялся, а сейчас он мне пишет, как бы, комментарии на YouTube, мы с ним вообще не были знакомы. Ну, короче, мы с ним пообщались, поняли, что подходим друг к другу, как друзья, и, короче, мы с ним начали общаться, довольно-таки прикольная история, и, ну, блин, вообще классно, что мы подружились, да, такие ролики снимаем с ним. И, кстати, это первый выпуск по этой рубрике, в которой, ой-ой-ой-ой, куда меня так вынесло, это первый выпуск, в котором у нас Лактор, то есть мы до этого два выпуска снимали с Водисамом, и, короче, ну, вот такие пироги. Что там у нас дальше по вопросам? Ну, меня там еще спрашивали, моя М4 925 лошадок или 1695, но М4 имеется в виду желтенькая, которая в РПшке в моей снимается, она, ребят, 925 лошадиных сил. В каком я городе живу? Следующий вопрос. Ну, пацаны, это такая... Я раньше, конечно, говорил, многие и так знают, в принципе, кто заходил на мой ВКонтакте профиль, но я живу где-то в Беларуси, да, я вам так скажу, не буду просто говорить. Что у нас там дальше по вопросам? Был еще вопрос, как вступить в банду ютуберов нашу, именно по карпаркингу. Как вы знаете, у нас, ну, многие не знают, у нас есть банда, там, где Портер, Лактор, я, там, ну, короче, несколько ютуберов. И вступить в нее сейчас мы не набираем набора. Смотрите, как это произошло. В 21 году мы больше, кстати, не набирали, вот как-то до 2 года назад набрали подписчиков, тогда больше уже не набирали. Короче, мы собрались такой компашкой, типа, друзей, и больше, в принципе, мы никого набирать так-то особо и не будем, потому что, ну, какой смысл, типа, мы создали такой наш дружеский, дружескую группу, в которой мы иногда снимаем контент. Хотя, правда, того, что было 2 года назад, уже нету, потому что, как бы, времена идут, мы уже как-то разделились, начали снимать каждый сам себе, но все равно общаемся, конечно, поддерживаем общение, в принципе, почему бы и нет. Может, когда-то и снимем коллабу вместе, но это, ребята, очень сложно, это надо, чтобы у каждого было время. Я пытался сделать так, чтобы кто-то еще попал в ролик, но это реально сложно, не у всех так получится сделать вообще. Мы немножко, ребята, отвлеклись с вами от видео, как мы видим на моей Bugatti сейчас половина бака. Ой-ой-ой, что меня так размотало, я не понял. Так, едем дальше. Кстати, что по лампочке такси на моей Bugatti? Это, в общем, меня Богдан нацепил, я не знаю зачем, типа такси на Bugatti и Chironi. И, короче, вот эти вопросы, на которые я вам отвечаю, отвечаю максимально кратко. Я думал как-то раньше сделать выпуск отдельно на эту историю, но он получится настолько длинным, вот про наше все знакомство. Если кому-то интересно, может я когда-то и сделаю, как мы вот, вот это все начиналось, но это, ребята, реально очень-очень долгая история. Если это все брать прямо по фактам, как мы с каждым чулом знакомились из нашей группы, из нашей банды ютуберов, как мы начинали снимать контент. Это все очень долго и, не знаю, интересно ли будет, на это надо, конечно же, делать отдельный выпуск, потому что все это тупо не вместишь в ролик, который там длится минут 15 от силы. Кстати, надо спросить, наверное, у Богдана, как он там себя чувствует, как чувствует его машина, что у него там баг уже. Кстати, вот у меня баг подходит практически так, уже меньше середины на самом деле. Давайте сейчас у него спросим, как он там поживает и, опа, кстати, дрифтом прям так захожу, отлично. Давайте сейчас напишем, короче, чтобы он сказал мне, когда у него машина как бы разрядится. Да блин, в смысле разрядится? Бензин закончится, вот. Так, ну что, у нас, ребят, следующий вопросик, точнее два вопроса, которые задал следующий человек в комментариях. Если хотите, кстати, попасть со своими вопросами в ролик, я, наверное, не все возьму, потому что я не все замечу, но некоторые точно отберу. Ну, короче, следующий вопрос, вопросы следующие, это как долго я снимал, как долго снимать видео на YouTube? Если именно в плане самого видео, то уходит, например, на погоню, там, на лазеран, у нас уходит около часа, мы сидим на сервере с подписчиками, примерно час. Если снимать такие видео, то уходит где-то полчаса, пока мы сгруппируемся, пока мы соберемся, пока найдем время. Короче, уходит тоже немало времени, но если снимать там РП, вот эти все кадры красивые снять, там, продумать, как мы куда поедем, это уходит около часа. То есть, среднее время на снятие видео, примерно часик уходит. Ну и, в принципе, что там дальше по вопросам, так-то вопросов больше у нас нету, но еще там спрашивали, можно ли мне подарить машину? Я вот на этот вопрос не знаю, отвечать или нет, но хочу сказать так, что я не хочу брать деньги от подписчиков, я в основном их и не беру, потому что у меня есть свои 10 миллионов в карпаркинге, я думаю, мне этого хватает. Если что, потом, я не знаю, прохожу, наверное, уровни или, я не знаю, короче, мне просто, когда я беру деньги у подписчиков в карпаркинге, мне как-то это не очень по душе как-то, я люблю сам их добывать. Я вот себе нафармил парочку там денег. У меня был старый аккаунт, там было очень много денег, но я их всех... Короче, тот аккаунт удалился, и все, и деньги как бы пропали. Кстати, смотрите, у меня бак уже мигает, я сейчас наблюдаю за Богданом, он как-то себя плохо чувствует, я так вижу, на дороге, или он просто не хочет топить максималку, но, видите, он... Вот я реально еду не быстро, а Богдан у нас как-то так медленно прется, он заехал куда он... А, что ли, все, у него машина разрядилась или что? Да блин, в смысле машина разрядилась, бензин закончился, а почему я думаю, что мы на Теслах? Кстати, жалко, что в карпаркинге нету Тесел. Так, ну что, ждем ответ Богдана, я ему написал все, у меня машина просто мятая, так как будто я где-то перевернулся. Прикиньте, сколько в реальной жизни стоит починить Бугатти, это ж капец. А, Богдан написал нет, то есть мы еще едем. А у меня сейчас бензин закончится и будет вообще шикарно, пацаны, потому что... Вот я надеюсь, мы до этой заправки дотянем хотя бы моя Бугатти... А, в смысле, уже нет топлива, все, пацаны. Так, а у Богдана топливо есть, то есть мы катимся еще. Хорошо, пока катимся, будем, значит, катиться. Так, надеемся, что у Лактора топливо сейчас закончится. Но смотрите, по сути, у меня у первого топлива закончилось. Давайте напишем, как бы, что я все уже. И Богдан как бы у нас выиграл, получается. Да, он еще едет. Ну, по сути, значит, Бугатти Вейрон старая, она экономичнее. Давайте заправим мою тачку. Все, значит, победа отдается у нас чисто Бугатти Чирону. Ой, точнее, Бугатти Вейрону. Блин, я их путаю. Вот такой, ребят, у нас ролик получился. Победа отдается Бугатти Вейрон. Он, причем, нехило нас так объехал, потому что у него там реально было еще нехило так оставалось бензина. Ну, а Бугатти Чирон реально кушает бензина очень много и содержать ее, конечно же, дорого. Как и сама тачка, в принципе, очень дорога. Ну, а ролик у нас подходит к концу. Спасибо, что вы посмотрели. Пишите, какие тачки можно сравнить, и мы обязательно их сравним. Пишите также свои вопросы, задавайте. Ну, а с вами был, как всегда, Лазар и Лактор. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.